Может ли одно СМС-сообщение полностью изменить жизнь маленького приморца? И какие результаты в 2016 году принес новый совместный проект 8-го канала с Росфондом «От сердца к сердцу»? 8-й канал решил подвести свои итоги. И котика туда ждет. 6-летняя Алина Радченко из села Черниговка срочно требовались дорогостоящие расходные материалы для инсулиновой помпы. Три года назад ей поставили диагноз «сахарный диабет первого типа». Сумма выходила немаленькая. В общей сложности семье необходимо было 155 тысяч рублей. На тот момент с помощью Росфонда удалось собрать 93 тысячи. Чтобы Алина смогла продолжить пользоваться инсулиновой помпой, необходимо было найти еще 61 тысячу рублей. Сумма для семьи с двумя детьми немаленькая, а между тем сроки поджимали. Расходников хватало еще максимум на месяц. Поэтому с просьбой помочь этой семье мы обратились к вам, зрителям 8-го канала. Жалко, что котика нельзя было с собой взять, да? Уже на следующий день семья отправилась во Владивосток. Девочке требовалась плановая госпитализация. Вместе с мамой ее положили в краевой центр диабета и эндокринных заболеваний. Когда уезжала, ни она, ни родители не знали, успеют ли собрать деньги к тому моменту, спустеют. Конюля вообще меняется через три дня. Но бывает, на иголочке или загибается, или бывает непроходимость, бывает через сутки меняешь эту конюлю. Вот в них больше необходимости в этих конюлях. Заветная фраза «сбор закрыт в жизни» этой семьи прозвучала уже через несколько дней. Сюжеты вышли сразу на двух местных телеканалах. Теперь на собранные деньги можно закупить расходных материалов даже не на год, а на полтора. Но самое приятное, что благодаря вам, зрителям Восьмого канала, а также всем тем, кто не остался равнодушным и перечислил средства для Алины Радченко, удалось помочь еще одному ребенку. Сереже Козуку требовалась даже большая сумма – 199 тысяч рублей. А теперь и на его страничке на сайте Русфонда появилась заветная надпись «Деньги собраны». История Сережи тоже не может оставить равнодушным. В девять месяцев у мальчика диагностировали детский церебральный паралич. Его родители развелись, когда ему было всего три месяца. С тех пор за ним ухаживает только бабушка. Из Кавалеровского района возит на реабилитацию в Владивосток. Дома сама делает ему уколы и массажи. Мальчик плохо держит равновесие и не справляется с элементарными повседневными задачами. Русфонд решил собрать для него 199 тысяч рублей, чтобы на эти деньги отправить его на профессиональное лечение. Эта история – еще одно яркое доказательство того, что если денег на одного конкретного ребенка собрано больше, чем требовалось, то автоматически они переходят на помощь другому подопечному Русфонда. Кстати, номер, на который можно отправить полезное сообщение, все тот же 5542 со словом «Дети». Кстати, подробнее об этом в студии 8 канала нам рассказала руководитель приморского филиала Русфонда Наталья Носрева. Бывают случаи, допустим, как по Сереже Казуку, это достаточно удаленный приморский район нашего края, Кавалеровский, и доехать туда в съемочной группе весьма проблематично. Но собранные средства на Алину Радченко помогли также помочь и Сереже Казуку своевременно попасть на лечение в Институт медицинских технологий, так как у мальчика ДЦП, детский церебральный паралич, и пройти курс реабилитационного лечения. Обратиться в Русфонд может любая семья тяжелобольного ребенка. Прежде всего, фонд старается изыскать деньги для помощи за счет государства, по квоте или за счет средств обязательного медицинского страхования. Есть случаи, когда основная помощь ребенку – операция пребывания, мамы в больнице с ребенком, ведущих в федеральных клиниках, оплачивается за счет средств УМС, а сопутствующие расходы берет на себя Российский фонд помощи Русфонд. В 2016 году финансовую помощь благодаря приморцам получили 30 подопечных регионального бюро Русфонда. В общей сложности собрали 6 миллионов рублей. На помощь детям приморцы отправили более 50 тысяч СМС-сообщений. Стоимость одного – 75 рублей. Вместе с телезрителями Восьмого канала Собирать деньги на лечение детям помогали и читатели Русфонда, а также зрители ГТРК «Владивосток». И сейчас сказать точно, сколько средств перечислили телезрители одного канала или другого, совершенно сложно, да и ни к чему. О конкуренции здесь никто не говорит, ведь все вместе мы делаем одно общее дело. Вариантов, как помочь, масса. Все они описаны на сайте Русфонда, который постоянно обновляется. Помогли одним, тут же появляется подробная информация, кто еще нуждается в вашей помощи. Так произошло и с 13-летним Колей Ладыгином. В гости к нему наша съемочная группа отправилась в Чугуевский район. Оказалось, у мальчика сразу два диагноза. В три года у него обнаружили опухоль глаза, а после операции диагностировали сахарный диабет. Чтобы контролировать сахар в крови и избежать постоянных инъекций, мальчику требовалась инсулиновая помпа. Стоимость аппарата и расходных материалов – 208 тысяч. В итоге для подростка собрали на 9 тысяч больше. Рада видеть съемочные группы была и пятилетняя Даша Лепчук. Ей за короткое время помогли собрать 277 тысяч рублей на третью операцию в Московском институте челюстно-лицевой хирургии. Добрых людей много. Я никогда не думала, что такие отзывчивые. Прямо и домой звонили, и предлагали все. А сейчас в новогодние праздники помощи у приморцев ждут братья-будники. У семилетних двойняшек Толи и Володя органическое поражение головного мозга и эпилепсия. Больше четырех лет их мучили приступы. Болезнь сильно повлияла на развитие мальчиков. Улучшение наступило только после двух курсов в Московском институте медицинских технологий. Оплатить лечение тогда же помогли читатели Росфонда. Результат налицо. Приехали после поездки, получается. Володя у нас буквально недели через 2-3 он уже отсепился и пошел самостоятельно. Это для меня, конечно, был серьезный прям такой шаг. Ну и все, и с каждым днем он наращивает, наращивает, как говорится, свои результаты. У Толика тоже появились первые шаги самостоятельные. Он начал 3-4 шага от опоры, он может сделать, если он сильно сосредоточится. Но курсы необходимо продолжать, и сумма на сегодняшний день неподъемная. По 199 тысяч рублей на каждого, не считая текущих расходов на массажи и уход по месту жительства. Но видя первые самостоятельные шаги Толи и Володи, мама забывает о сложностях. Ведь для нее нет ничего важнее, чем улыбка на лицах сыновей. Ну а для зрителей 8 канала нет ничего проще, чем снова отправить такое полезное смс-сообщение. С Новым годом!